Изменения в налоговом законодательстве стали темой семинара, организованного в ГРАЦЕ для предпринимателей нескольких районов. В центре внимания увеличение ставки НДС с 18 до 20%, что сразу повлекло за собой обновление настроек программ, внесение изменений в договоры с поставщиками и подрядчиками и в заполнение декларации. Для нас это очень важно, для того, чтобы декларации представлялись, так скажем, качественно налогоплательщикам, чтобы было как можно меньше замечаний, и, соответственно, наша цель в том, чтобы у налогоплательщиков было меньше нарушений и каких-то последствий нежелательных. Семинар, конечно, очень полезен. Почему? Потому что мы все прекрасно знаем, что с нового года ставка 20%, но по отдельным вопросам, как она будет применяться, например, по тем же авансам, полученным в прошлом году, значит, в 18-м, и при отгрузке в 20-м году, значит, мы получили на данном семинаре хорошие, полезные ответы. Еще одно изменение в налоговом законодательстве коснется уже сельхозпроизводителей. С этого года они в дополнение к единому сельскохозяйственному налогу будут платить и НДС, в том случае, если их доход в 2018 году превысил 100 миллионов рублей. Как исчислять налог и получить льготы обсуждали на семинаре. Вопросов очень много, а, ну, как сказать, информации, источников очень мало. Поэтому посещаем семинары, чтобы, ну, хоть какую-то информацию получить, задать вопросы, которые нас волнуют, которых у нас много в связи с тем, что, ну, с НДС мы не работали уже более 15 лет, вот, мы все новые, значит, черпаем пока все информации семинаров. Также участникам встречи дали подробные разъяснения по изменению сроков камеральных проверок декларации по НДС. Их сократили с трех до двух месяцев, что повлияет на ускоренное возмещение налога и оборачиваемость денег для бизнеса. В связи с тем, что с Нового года ввели много изменений и в декларации, и в исчисление налогов, по оформлению всех документов, здесь на семинаре нам разъяснили, какие формы, какими приказами утверждены, в какие сроки что заполнять. Главное это то, что инспекция всегда будет контактировать с организациями, с предпринимателями. Если у вас остаются еще вопросы, нам сказали, мы всегда открыты, вы можете позвонить и проконсультироваться. В завершении семинара его участникам раздали специальные буклеты с интернет-ссылками на соответствующие документы и контактными телефонами налоговой службы и бизнес-инкубатора Городецкого района, по которым представители малого и среднего бизнеса могут получить разъяснения. 10% Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...